Блаженник, нищий духом, як отец из Царства Небесного. Блаженник, плачущий, як отец утешатся. Блаженник, плачущий, як отец утешатся. Блаженник, плачущий, як отец утешатся. Когда волхвы отошли, вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет, и будь там, доколе не скажут тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его. Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. И там был до смерти Ирода. Да сбудется сказанное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его от двух лет и ниже по времени, которые выведал от волхвов. Тогда сбылось сказанное через пророка Иеремию, который говорит, «Глаз в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». По смерти же Ирода, вот ангел Господень во сне является Иосифу в Египте и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души младенцы». Он встал, взял младенца и матерь его, и пришел в землю Израилеву. Услышав же, что Архилай, царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские и, придя, поселился в городе, называемом Назарет. «Да сбудется, сказано через пророков, что он Назареем наречется». Дорогие братья и сестры, здравствуйте. Уважение и доверие – вот ключевые слова, о которых нам говорит сегодня Евангелие. И это именно те отношения, которые Бог хочет установить с человеком. Мы с вами очень часто можем встретить людей, которые относятся к Богу как к верховному тирану, бухгалтеру, моралисту. И именно это представление о Боге и вызывает то неадекватное поведение людей, которых иногда называют себя верующими. Но так называемые верующие, по-другому действительно не скажут, могут вызывать только сочувствие. Если Господь – верховный тиран, он сотворит человека. Следовательно, задача человека – безоговорочное подчинение. Он заключил с человеком так называемый договор. То есть, такие вот, узы сковав человека и себя. И сказал, если ты не будешь меня слушаться, то ты будешь получать определенные наказания. Соответственно, человек, вступающий в эти отношения, – это раб. Его создали, он вынужден подчиняться. И действует из принципа «лишь бы меня не наказали». И что будет проповедовать такой человек? Давайте вступайте в мое рабство. Мое рабство самое прекрасное. Да ни один раб не будет проповедовать свою ситуацию, свой жизненный путь. Никогда. И смысл такой вести какой? Бог – тиран, а ты – ничтожество, которое должен подчиняться. Так вот, наш Господь не такой. Христос сам сказал, я пришел отпустить пленников на свободу. В том числе пленников заблуждений, ошибочных мнений, ложных учений, комплексов. Он пришел назвать нас не рабами, но друзьями. Вы посмотрите, Господь доверяет человеку свое дитя, своего единственного сына. Кому доверит родитель своего ребенка? Только тому, кому он безгранично доверяет. Господь безгранично доверяет человеку. И смотрите, как он спасает своего ребенка. Он приходит и говорит с Иосифом. Он же не раскинул над Иисусом и его семьей этот энергетический купол в лучших традициях голливудского фильма. Он предупреждает Иосифа, призывает его к сотрудничеству. А Иосиф мог и не послушаться. Говорит, все сказать, ну все, домолились. Тут это волхвы, ангелы, пастухи, мерещится всякое на ночь глядя. И все, на этом бы благая весть бы сразу закончилась. И история евангельская кончилась бы. Потому что пришли воины и убили бы. Господь безгранично доверяет человеку. И верит нам больше, чем мы сами себе. И сегодняшнюю нашу встречу хочется закончить словами митрополита Антония Сурожского. Наш Господь – это Господь, верующий в человека. Храни нас, Господь. И ныне и пресно, и во веки веку. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok